Мне ничего, я все перепробовала, но мне, кроме вашего Эвлира, ничего не помогает. Я говорю, что в чем дело? Слизистая носа, оказывается, проблема сухая, трескается, постоянные инфекции и так далее. Вы знаете, от московского врача из президиума по таким, в общем-то, авторитетным конференциям услышать, что только наш Эвлир ей помогает, ну это, знаете, классно, здорово, дорогого стоит. И вот так завершился наш 18-й год, где уже в конце года нас не выгнали, с нами не, так сказать, не расстались. Продлили, мало того, что и вот Валентина Николаевна не 10 минут дает в Барнауле, а 30 минут, дай бог, чтобы это все случилось. И Валентина Николаевна рада, что они приезжают в мае, потому что всю эту когорту московских врачей она собирается провести на наши поля и показать не только красоты Алтая, но и вот наше производство. Кроме того, кроме того вот этого сотрудничества, научное сотрудничество с врачами, это взаимообогащающие просто вот такие конференции, поездки, Биолет очень хорошо развивает свое сотрудничество со странами ближнего зарубежья. Сотрудничаем с Японией, с Грузией, с Польшей. И вот в Польше мы сотрудничаем и на конференциях, и на медицинских выставках, и там получаем заслуженные награды. В городе Лодзе в 17-м году, в октябре месяце, наша Флорента, любимая Флорента, которую вы сегодня будете дегустировать, получила золотую медаль. Представляете? Здорово! Третье место занял на косметической выставке Крем Эсабел. Первое место на косметической выставке занял бальзам «Чистотел». Ну вот представляете, как мы завоевываем, ну я бы сказала, не только Россию, но и мир. И я так люблю, Биолет шагает по планете. Вот я люблю, вот так говорить, и действительно он шагает по планете. Ну и сейчас я вам очень кратко познакомлю с презентацией, с которой мы выступаем как раз вот на этих презентациях. На этих конференциях врачебных. Вы не пугайтесь, я вам голову заморачивать не буду медицинскими терминами. И немножко не 10 минут, как я перед врачами, а чуть-чуть мы вокруг да около попляшем, чуть-чуть и расскажу чуть подробнее. Но я просто хотела вам показать уровень нашей продукции. Ну давайте посмотрим. Давайте, Женечка. Итак, превентивная фитотерапия инфекционных заболеваний. Биолетиония. Это более 400 препаратов. Из них 8 кандидатских, 50, ой, 8 докторских. 54 кандидатских диссертаций защищены по нашим продуктам. То есть продолжается научно-исследовательская работа. В клиниках, в ведущих клиниках в Сибири ведутся и продолжаются клинические исследования. Доказывается, что именно наши препараты работают. Ну и посмотрите, монографии выпускаются, патенты защищаются, технологии пересматриваются. Ну и поехали дальше. Это мощная экспериментальная клиническая база. Экспериментальная это у нас в Томске. Экспериментальные лаборатории, где продолжаются работы. А клинические эксперименты как раз продолжаются и в научных и исследовательских институтах, клиниках в Сибири. Но что я хотела сказать. Что особенностью нашего производства является то, что мы, у нас замкнутое производство. Вы уже видели. Мы выращиваем лекарственные растения, перерабатываем их и выпускаем уже готовую продукцию. Перерабатываем лекарственные растения только, ну практически в свежем виде, но только на водных экстрактах, получая водные экстракты. Водные экстракты отфильтровываем и сгущаем эти экстракты при помощи вакуума. Вакуум, температура кипения там 40-45 градусов, биологически активные вещества не разрушаются. Если кто-то думает, что мы вот там с поварёшкой стоим вокруг котла и там кипит, всё бурлит, там и чуфыр, чуфыр, там и ещё готовят. Нет, всё очень просто. Пропускается через вакуумную установку и получается густой. Так, это одна из особенностей нашей продукции. То есть высокая концентрация биологически активных компонентов. Иногда поэтому даже сравнивается с лекарственными препаратами нашей продукции. Второе, очень важная особенность нашей продукции, именно экспериментальные и клинические исследования. А третье, вегетативный мониторинг, который, по словам Валентины Главиной, практически никто не делает. Что это такое вегетативный мониторинг? Растения у нас растут с весны до осени. С весны до осенью каждую неделю, каждые 10 дней делается отбор растений и исследуется. Сначала в лаборатории полевой, можно сказать, в селе Алтайском, а потом образцы везутся в Торск и там изучаются. Именно поэтому проведён в прошлом году эксперимент впервые. То есть наблюдали тот же лопух в течение всего лета и в конце августа убедились. Очень высокая концентрация биологически активных компонентов, в том числе инулина, более 50%. Поэтому Валентина Николаевна решает на эксперимент впервые корень лопуха выкапывается не весной, в апреле, в мае, а осенью, в октябре. И как раз вы это видели, что уже пожухлая трава, мы корень лопуха выкапываем, и крутые парни на тележках, в этих баках увозят этот корень лопуха. Я очень довольна была Валентина Николаевна этим экспериментом. У меня очень часто спрашивают, что теперь, таксидон в октябре будет? Нет, таксидон в мае так и будет продолжаться. Но этот эксперимент показал, что благодаря и агротехникам, кстати, про Чизель, который я вам рассказывала, стоит миллион рублей. Ей говорят, можно было Мерседес купить, она потом, Мерседес потом, сейчас Чизель. У нас японский трактор закупается, маленький японский трактор, она говорит, как мы без него раньше обходились, просто непонятно. А почему маленький и почему японский? В Японии и Китае очень мало земли, и там маленькие вот такие хозяйства. И этот вот юркий, легкий, маленький трактор, который, говорит, нас вручает сейчас очень и очень. То есть она еще занимается вот этими агротехническими задачами, работами. Ну, то есть в Биолите работает непочатый край. Ну, поехали дальше. Это вот про особенности нашего производства. Итак, флорента. Флорента всеми нами любимая. Выпускается практически с начала существования Биолита. Это водный экстракт пихты сибирской, который получается под давлением пара из свежесобранной зелени пихты. И является ценнейшим, я бы сказала, прям препаратом или продуктом. А почему? Потому что в зеленой массе хвои, тем более в свежесобранной, находятся и биофлавоноиды, и каротиноиды, и фитонциды, и витамин С, и железо. Железо двухвалентное в виде хилатных металлокомплексов, которые очень хорошо усваиваются, легко усваиваются в организме. Ага. И легко усваиваются, поэтому применяются при анемии, при низком гемоглобине. У нас даже отзывы у потребителей, слушайте, ну, даже вот аптечные препараты не помогали, а пили флоренту, и там вот гемоглобин полез вверх. Замечательно. Но кроме этих свойств, давайте, следующий. По флоренту, да, и еще одна особенность. Клинические исследования, которые проводятся, вот по флоренту, наверное, больше всего проводилось клинические исследования, ну, наверное, потому что это один из первых. Клинические исследования проводились в Томске, давайте следующий. А затем, вот посмотрите, вот это исследование проводилось в Москве, в Институте охраны и гигиены, здоровья детей, 200 детей. Если взрослый, кто-то заболел. А вот когда мы орошаем воздух, когда в спальне, где спит наш ребеночек новорожденный, ну, знаете, не только, где ребенок, да по всей квартире можно делать вот такое орошение и спрея. В кабинете, где вы работаете, в группе детского сада, в пихтовом лесу, воздух стерильный. И у нас получится с вами стерильный воздух. Итак, дальше, ну-ка пойдем. Как применять флоренту? Вы знаете, сейчас, когда мы живем с вами в агрессивном мире, в агрессивном мире, в каком смысле? В смысле микробов, вирусов и бактерий. И эти бактерии, вирусы не дремлют. Они развиваются и мутируют, и все более и более. Если раньше, когда я пришла 12 лет назад в Биолит, и дозы флоренты были совсем другие, и вы даже меня до сих пор спрашиваете, не поняли, как там у вас разбавлять? Раньше листовочки еще у нас сохранились. Для профилактики разводим в 10 раз, для лечения в 5 раз. Вот сейчас уже в 10 раз неактуально, это точно. Поэтому пересмотрели наше руководство. Флорента осталась та же, то есть технология та же. Но дозы, именно дозы ее увеличиваются. И именно в связи с тем, что происходит мутация вот этих всех агрессивных инфекционных возбудителей. Поэтому увеличили для взрослого, разовая доза уже столовая ложка. А если вы помните, мы вот эти 200 мл флакончик разводили в 5 раз. У нас получался литр. И вот этого разведенного раствора пили мы по столовой ложке 3 раза в день для взрослых. Но вот сейчас уже как бы для достижения эффекта, для того, чтобы защититься от возрастающей агрессии.